спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от вместо вашей работы когда мы говорим о спорте мы имеем ввиду не только стадионы футбольные поля общедоступные залы и соревнования доступный спорт это прежде всего уютное пространство для самых простейших занятий пеших прогулок спокойной езды на велосипеде и утренней зарядки на тренажерах или обычной перекладине в идеале весь город каждый двор должен быть вот такой спортивной средой именно в этом между прочим секрет успеха советского спорта когда в каждом дворе играли в футбол а в каждом школьном зале поднимали штанги неизбежно появлялись отличные футболисты и великие тяжелоатлеты а уже основные виды спорта тянут за собой более экзотические мало кто сходу пойдет например в секцию академической гребли но если она располагается по соседству с футбольным полем или беговой дорожкой шансы растут на порядок тысячи знаменитых спортсменов пришли в свои секции именно так далеко не с первого раза петербург много лет не был городом комфортной спортивной среды что и обусловило отставание от других регионов большинстве олимпийских видов спорта не хватало и не хватает велосипедных дорожек многие парки годами были не ухожены и потому не пригодны для бега силовые виды спорта ушли в специализированные залы куда не всякий заглянет с улицы и так далее набережная реки карповки которую мы посетили сегодня это один ярчайших примеров того как должен меняться город чтобы стать спортивной столицей всей европы дело совсем не в количестве бассейнов и хоккейных коробок на душу населения как это любят представлять отдельные чиновники дело в том сколько в городе мест куда может спокойно без особой надобности прийти каждый житель и приобщиться к спорту обновленная набережная карповки поделена на пешеходную и велосипедную зону причем в рамках последней имеются велопарковки до некоторые граждане по привычки нарушают разделение даже не столько нарушают сколько просто не замечают границы или не понимают что это такое это уже следующий этап развития для начала нужен брайзис инфраструктура детская площадка здесь расположена вплотную к воркауту то есть родители могут тренироваться пока дети играют вроде бы мелкая подробность но из таких мелочей составляется нормальная среда для жизни детская площадка необычная с холмами и арт-объектами а вот спортплощадка построена по принципу ничего лишнего и это опять же правильно потому что специфические тренажеры на ноги или бицепсы постоянно простаивают на большинстве воркаутов по сути они становятся напрасной тратой ресурсов и место а перекладина скамья и брусья это база теперь модно говорить они нужны всегда и в сущности их более чем достаточно для подавляющего большинства людей на здешних тренажерах имеются qr-коды для скачивания программы тренировок опять же вроде мелкий изыск а насколько это важно для массового пользователя который тренера по физкультуре видел только в школе да и то его уроки прогуливал такой человек при самостоятельных тренировках может только ошибки закрепить это в лучшем случае если обойдется без травм а с видео уроками он хоть как-то втянется в нормальный тренировочный процесс основная же часть карповки это огромная зона отдыха тут и ставшие уже знаменитыми качели на любой вкус и амфитеатр с прочными лавочками и отдельные скамейки для наблюдения за рекой вода успокаивает так что чем больше в городе набережных тем адекватнее люди возможно вы сами это уже успели заметить а здешние качели пользуются успехом в любую погоду тоже способ расслабиться сотни людей идут по набережной карповки на работу и обратно когда ты видишь обустроенный ландшафт они канавы и ямы хочется не только заниматься спортом но и работать лучше и и